В честь первого всемирного фестиваля боевых искусств, который проходит в эти дни в Ульяновске, Волга Спорт-Арене открылась тематическая выставка «Лица Тафиса». Экспозиция представляет из себя портреты 29 официальных послов фестиваля. Рисовала группа художников, разбросанных по всей нашей стране, объединенная проектом «Живой карандаш». У нас есть свой худсовет. Некоторые портреты, скажем так, просили переделать. На мольбертах оригинал и маленькая копия. Портрет в рамке предназначен для самих послов, многие из которых присутствовали лично. Один из героев – основатель и почетный президент Международной школы Кабудо Вакаяма Масаси. Сэнсэй шутя отметил, что в жизни он более мягкий, чем на портрете. Впервые японец посетил нашу страну в 1968 году. Тогда в СССР его чуть не задержала милиция. Моя история между Россией и я началась 5-10 лет назад. Тогда мы с друзьями познакомились с японским каратэ, субинскими людьми, русскими людьми. Что это такое каратэ? Они совсем не знают. Потом я показал каратэ в парке. Субинская полиция. Что это? Ой, извините, я не знаю закон, субинский закон. Извините, извините. Это в 1985 году. Среди нарисованных лиц чемпион Европы и мира по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд. Титулованный спортсмен в рамках фестиваля успел провести мастер-класс для ульянских детишек и оценить уровень боевых искусств в регионе. Ульяновск традиционно очень славен своими спортивными традициями. Об единоборствах особенно. Поэтому мы все знаем прекрасно ульяновскую школу бокса. Мы знаем прекрасно, что тайский бокс появился в вашем регионе активно. И мы, конечно, знаем огромную федерацию кикбоксинга. Ребята многие годы доказывают, что одни из самых лучших. 22-летняя Анастасия Панькина призналась, что свой портрет повесит дома в комнате у ребенка. Ну, в первую очередь, ты девушка, должна поддерживать себя. И спорт не мешает этому. Когда ты отдаешься, тем более спортсменам, и сразу видно на лицо и фигура, и поведение, и так, как ты относишься к людям. Это очень тоже главное. И тренер воспитывает в нас не только бойца. Задач у первого всемирного фестиваля боевых искусств несколько. Как минимум, познакомить с единоборствами каждого ребенка и каждого взрослого жителя Ульяновской области. Как максимум для спорта высших достижений – воспитать олимпийских чемпионов. ТОФИС – это всемирная организация, которая пропагандирует именно спорт для всех. Спорт, который доступен каждому. А боевые искусства – это такая отдельная, наверное, вселенная в мире спорта, в которой каждый может найти себя. Каждый из послов оставил на портрете с его изображением автограф на память. После Ульяновска картина отправится в Государственный музей спорта. А дальше экспозиции начнут колесить по стране. Рената Леулова, Юрий Конехин. Новости Уллправды ТВ.